Сегодня мы поговорим о том, чем полная версия игры Битвы Големов отличается от ее свободно распространяемой версии. Отличий достаточно много. Самое главное отличие, что полная версия предназначена для игры четырех игроков, так как в свободной версии вы можете играть максимум только в два игрока, и причем только в два игрока, так как игра для одного игрока тоже не предусмотрена. В полной же версии вы можете играть и в одиночку, и вдвоем, и в троем, и даже в четвером. Следующее отличие. У вас есть 4 голема, есть 4 поля для игры и соответственно 4 набора карт действий. Самое основное отличие, чем отличается свободная версия от полной версии, это поле и карты препятствий. Если в сводной версии вы имеете поле 4х4, то в полной версии вы можете использовать поле 6х6, что позволяет как играть четвером, так и разнообразить сам игровой процесс. Более того, в полной версии вы имеете различные препятствия, которые мешают вашим големам или наоборот помогают, в зависимости от того, как вы выстроите алгоритм действий. Это вода, это стена и это бочка. Вы имеете набор из 8 карточек воды, 8 карточек стены и 8 бочек. Выстраивая препятствия на поле, вы делаете игровой процесс более интересным. К примеру, вы можете построить замок. Рядом с которым будет пролегать ров с водой. И в самом замке у вас могут находиться бочки. Давайте закроем дверь. В чем отличие различных карт препятствий? Они по-разному используются в игровом процессе. К примеру, в воде ваш голем может утонуть. Ваш голем сделан из глины, поэтому он боится воды. Если вы наступите на эту клетку, голем отступит назад и получит одно повреждение. Вы потеряете одну жизнь. Стена является неразрушаемым препятствием. Она не пропускает голема. Голем не может пройти за нее. Бочка это разрушаемое препятствие. Голем реагирует на бочку, как на противника. Вы можете нанести по бочке удар и уничтожить ее. Также бочка может использоваться в условиях. Если вы поставите условие есть противник, то голем будет реагировать на эту бочку и будет выполнять какие-то действия, если она окажется перед ним. Таких вариантов действий может быть очень много. В полной версии вы сможете найти книгу сценариев, где будут нарисованы поля с расположенным на ними карт препятствий. И в будущем мы планируем выпустить дополнение карт препятствий, которые еще больше разнообразят игровой процесс. Карты препятствий позволят вам разнообразить игровой процесс и для поля 4х4. Например, вы можете расположить несколько бочек и усложнить алгоритмы движения. И вам придется гораздо больше думать, прежде чем вы будете составлять программу. Также вы можете расположить карты воды, расположить несколько стен. И у вас уже будет меньше пространства для маневра и вам придется составлять более изощренный алгоритм для действий. Также вы можете отделить бочками поля друг от друга. И для работы автономных големов это даст дополнительные сложности. То есть вам нужно будет в алгоритме учитывать, что у вас на поле есть какие-то определенные препятствия. И для работы автономных големов.